Всем привет! Я Слава. И я не волшебник, а только стажер. Готовы узнать, как можно перевести практически любое видео на русский язык с помощью одного пальца? Открываем Яндекс.Браузер, вбиваем запрос, переходим в раздел «Нейросети переведут и озвучат». И видим волшебную кнопку. Как человечество может выжить в космической среде? Одним из главных открытий изучения. Смотрите контент со всего мира в переводе и озвучке нейросети Яндекса. Только в Яндекс.Браузер. Как на компе, так и на мобилке. В предыдущей серии Рим Уорлд было всё прекрасно. Если не считать нападения бешеных морских свинок, обезумевших колонистов, которые начали выкапывать тела своих же друзей, чтобы просто выставить на показ и поржать. Нападения дикарей и прочих боли и страданий. И казалось бы, всё кончено, но внезапно к нам примкнул новый поселенец. Вся надежда на него. Пожалуйста, спаси нас. Всем хай! С вами Юджин. И сегодня у нас с вами друзья нервишки шалят. Потому что у нас осталось двое. Хантер и Фли. И вот Фли как раз-таки пришёл к нам на помощь. И теперь он активно перебирает бумаги. Видимо, бухгалтерию нашу хочет привести в порядок. Потому что скоро налоговый период, видимо, я не знаю. И может быть очень плохо. Как бы у нас нон-стопом плохо, по-моему, в этой игре. Но может быть ещё хуже. Всегда может быть хуже. Лежит дохлая олень на свалке. И дохлые морские свинки. И белка мертва. Но благо Шерлок всё ещё жив. И Хантер жив, но он восстанавливается. Скоро он станет максимально здоровым. Что там у тебя по здоровью? Недоедание. Правый глаз болит. От удару дубины, видимо. Недоедание надо как-то исправить. Фли! О! Погодите, он взял. Он взял олениху. Погодите, зачем ты тачишь олениху Хантеру? Ты хочешь скормить ему сырую олениху? Он кормит сырую олениху. Тохлую, которая валялась на свалке. Надеюсь, Хантеру понравится. Вот тебе, братиш, покушать принёс. Зачем ты начинаешь с головы жрать, Хантер? Дай ему более мягкую часть, Фли. Возможно, Хантер хочет мозги. Погодите, это кто такой? Адам. А-а-а, Адам сдох. Дикарь. Мразь полная. Риск серьёзного нервного срыва у Фли. Куда ты понёс? Обратно? Окей, допустим. Всё ещё недоедание почему-то. Чем ты ещё займёшься, Фли? Пошёл дальше изучать. А у нас там, по-моему, много чего на изучение поставлено. Ага, сейчас наш друг изучает аккумуляторы. Ммм, аккумуляторы? Что это вообще такое? Смотрите, как он рационально использует своё время. Он изучает, потом чуть-чуть прибрался, чтобы немножко сбросить напряжение. И потом обратно изучать. Очень грамотно. Я вот так хочу делать тоже, начать научиться. Просто если сажусь за работу, я, как правило, просто сижу безвылазно. А надо как-то чередовать. Чуть-чуть размялся встал, сел, посидел, размялся. Ну, короче, как-то так. Фли, я столько у тебя учусь. А чё там у Фли по нуждам? Сытость на нуле. Настроение очень близко к критическому. Он средне голодает. Ну, погодите, у нас же рис был. У нас был рис, я помню. Может быть, бодрина сожрёшь? Прими бодрин. Под действием бодрина прекрасно. Возможно, это никак не повлияет на его настроение. О, пошёл жрать олениху. Это правильно. Ай-ай-ай, вкусно. Ммм, съел труп. Поэтому он немножко огорчён. Слушайте, а почему просто бы не взять и не разделать мясо? Смотрите, невозможно приготовить комбикорм. Требуется один протеин и одна зелень. А зелень, что подразумевается под зеленью? Видимо, что-то зелёное. Может быть, куст? Хантер проснулся! Красавый Хантер, давай, собирай рис. Пора рис собирать, чтобы все покушали. Хантер поел, пошёл спать. Плохо. Что значит плохо? Что он сделал? Он обоссал? Он обоссал, обливал? Он обливал наш рис? А, его, наверное, от сырого мяса, да, тошнит. Слушайте, я впервые вижу эту табличку назначения. И какое-то здесь управление гардеробом. Одежда, что угодно, что угодно. Диета шикарная. В смысле, шикарная диета? Вы все хотите себе шикарную диету? Давайте простую. Простую пока диету всем сделаем. Чё за? Вы где вообще находитесь, по-вашему? Грузовые контейнеры. Да, я вижу, здесь есть пласталь. Давайте разрешим взять. И здесь я ещё вижу дубинку. Давайте тоже её разрешим взять. Вместе с серебром. Конечно же берём. Смотрите, шкаф для инструментов к этому столу идёт разделочному. Может быть, поставить? Хорошо, поставили. Хантер, может, построишь? Невозможно строить шкаф. Низкий... Как же повысить навык строительства, ребята? Посмотрите, вот, я вижу, в строительстве есть прогресс до следующего уровня. Нужен четвёртый навык строительства. У Хантера третий. У Фли третий. Но ему гораздо быстрее до следующего уровня. Это что? Надо, получается, дать ему что-то строить? Хорошо. Давайте дадим. Смотрите. Теперь я вообще не могу строить ничего из дерева. Естественно, не могу, потому что у нас дерево-то толком и нету. У нас вся древесина закончилась. Мамочка. Значит, рубить. Мишка, 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 мишка. Хантер, к бою. Иди отсюда. Боже мой, боже мой. Стоим, сын. Блин, ну какого чёрта ты здесь делаешь? Всё, он спотлёг, спотлёг. Рис погиб от холода. Рис погиб. Видимо, скоро погибнут ребята. У нас внутри минус 8 градусов. Чёрт. Это, наверное, из-за вот этого. Вот, закрыть вентиляционную шахту и здесь закрыть. И давайте здесь закроем. Всё, закрыли. Я думаю, теперь должно стать теплее помещение. Мишка отступил. Но он вообще не угрожающе выглядит. Он такой, смотрите, какой милый. Такие лапки, хвостик, мордочка. Всё это может вас убить очень легко и просто. Поле всё собрано. Давайте тогда снова посадим. Может быть, картофель в этот раз? Пусть будет картофель. Опа, Хантер отлично рубит. Ой, что произошло? Что произошло? Что это за звук был? Медведица охотится на Шерлок. Уходи, уходи в дом. Потом засеешь рис. Медведица уснула. А где Шерлок? Шерлока убили! А где его хладный трупик? Я его даже не вижу. Медведь что, сожрал его полностью? Труп должен был остаться. Картофель погиб от холода. Ау. А где вообще написано, что растёт здесь и как растёт? Минимальная допустимая температура... А-а-а. Может быть, теплица какую-нибудь поставить? А какой смысл? Мне нечем обогревать всё это дело. Разве что. Построить костёр прямо здесь. Он будет греть. И стало теплее. Снаружи минус 15. Ну, началось. То есть, Хантер в растерянности. Теперь мы не можем на него положиться. А я уже начинал подумывать о том, чтобы напасть на медведицу. Если что-то полный бред, это... Это плохая затея. Погодите, штаны из медвежьей шкуры? А почему никто не одевает? Это ж тепло. Давай, Фли, надень. Ну чё, согрелся? Я не вижу, где написано про его охлаждённость, но у него вообще все параметры супер, у Фли. Хантер страдает. Погодите, мы... Мы закрыли вентиляцию. И теперь... И теперь внутри 12 градусов. Ого, внутри прекрасно. Очень невраждебно. Я чувствую, что сейчас, вот прямо сейчас, мы лишимся Хантера. Ушёл. Ушёл, умница! О, как вовремя. Всё, спите, друзья мои. Нужны стулья у шахматного стола. Я забыл сделать стулья. Извините. Табурет сойдёт. Куда пошёл? Куда пошёл, Фли? А, он на могилу пошёл. Зачем? Посещать могилу чью? Могила Саманты. Так ты её даже не знал! Но судя по тому, что он о ней прочитал, она была прекрасной женщиной. Нет, то, что там она выкапывала свою подругу и выставляла труп на всёобщее обозрение, это всё неправда. Такая музыка умиротворённая. Медведь подходит близко. Что он вообще тут забыл? Одно дело, я понимаю, если бы он тут рылся. Медведи это любят. На свалке рыться, помой жрать. А тут-то чё ходишь? Вот вкусная еда для тебя. Не знаю. Вот. На олене охотися. Лошадей. Вот этих штук с какими-то гнойными прыщами. Давайте вот, чё сделаем. Я ж хотел, да. Построим ограду из деревьев. Таким образом, фли будет набираться опыта в строительстве. Ограда будет вот такая. Очень большая, амбициозная ограда. Как-то так. И врата будут здесь и здесь. Пошло, пошло. Отлично. Повышается ли у него строительство? Ну-ка. Есть. Опыт идёт. Сейчас он станет нужного уровня и построит эту штуку. Ящик с инструментами. Я, правда, не знаю, сработает ли это. Осталось 500. Осталось 150. Активно новое задание. Спасая Эйсведо. Эйсведо связывается с вами по радио и умоляет о помощи. Ему нанесли тяжёлые раны и он не в состоянии передвигаться самостоятельно. Он кухарь в возрасте 37 лет. Он обещает присоединиться к вам, если вы спасёте его. И говорит, что там может быть неизвестная угроза. Давайте посмотрим, где он. Он вот здесь. А мы где? Мы аж вот здесь. Если честно, я до сих пор не понимаю, как нам посылать-то людей. Ну, извини, Эйсведо. Я не шарю. Поэтому мы займёмся другим чем-нибудь. Стратительство. Четыре. Он построил. Он построил. Умница. Требуется только один протеин. Где взять? Фли в данный момент социально расслабляется. Что это значит? Он отдыхает от социума? Тогда окей. Или он, наоборот, хотел бы пообщаться с кем-то, но в итоге впал в уныние, когда понял, насколько он одинок. У нас два персонажа, оба в уныние. Оп. Хантер уже не испытывает растерянность. Умничка. Когда пошёл кустики срывать. Смотрите, что я нашёл. Есть солнечная лампа, которая используется для выращивания растений. Это же наше спасение. Ну-ка, построите быстро. Сейчас проснутся, и тогда построят быстро. Но вместо этого Хантер сел играть в шахматы сам с собой. Надеюсь, он выигрывает. Ууу, нифига, он почти всё построил. Осталось-то совсем чуть-чуть. Не получилось построить. Ты что, ублюдок? Ну-ка и быстро делай, нормально. Есть! Нужна энергия. Ой. Я почему-то думал, что солнечная энергия имеется в виду. Тупые поселенцы даже не могут сделать солнечную лампу. Нет, ну она и есть солнечная лампа просто. Ну вы поняли. А вот они не поняли. Тупицы. Почему они так спокойно проходят через ограждение? Вообще, для чего всё это, если все так спокойно проходят через них? Хватит это делать. Вы показываете дурной пример с тем нашим врагам. Погодьте. Смотрите. Снарядить караван. Отправить группу поселенцев в путешествие. Хорошо. Вот сюда. Пойдёмте, спасём всё-таки чувака. Как добавить точку маршрута? Вот рыночная цена. О чём ты говоришь? Нужно назначить хотя бы одного поселенца, стоящего на ногах. Что это значит? А, они все спят. Ладно, утром мы снарядим караван и пойдём. Теперь мы берём и снаряжаем караван. Отправить? Хватит еды только на 0,6 дня. Люди животные очень скоро начнут голодать. О, вернутся. Прости, дружище. Пока мы ещё не можем. Нам нужны еды больше. Которой у нас нету. Я знаю, что надо. Давайте добывать ягоды. Налёт нации ягуара. Погодите, что это значит? Что это за кровище? Кто-то убил волка? Индюшку кто-то убил? Да где эта грёбаная нация? Вот. Его зовут Заяц. Это женщина. Возраст 55 лет. Отлично, мы её грохнем. Просто какая-то старушка с луком идёт. Хантер, извини, ты там медитируешь, да, наверное. Сейчас не время, нужно грохнуть бабушку. Она идёт, она идёт, блин. О, мать моя, о, мать моя. Все быстро внутрь. Чёртов Заяц, будь ты проклята. Что она будет делать? Только не мои технологии. Так, ребята встали, расположились вот здесь. Бам! Получай! Да! Ха-ха-ха-ха-ха! Распуск, всё, вольно. Молодцы, красавы. Просто сработали идеально. Стол нам покоцало. Бешеная бабка. А что это из неё выпало? Дерьмо, что ли? Фемикан. Замороженное, не испортится. Слушайте, мы набрали ягод. Давайте, пока всё это происходит, мы посмотрим, насколько нам хватает еды. На 2,5 дня уже нужно собрать больше ягод. И тогда мы сможем пойти. Потому что нам идти только сюда 3 грёбаных дня. Это только в одну сторону, я же так понимаю. То есть нам нужно на неделю взять... Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Пока что отмена. Не, ну, конечно, мы ягод сейчас насобираем. Стоп! Она вообще мертва? Женщина, лучница. Она жива. Так, 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 так. Давайте захватить её. Всё, она пленница. Очень бы хотелось, чтобы она стала частью нашего поселения. Да, мы начали не с хорошей ноты. Но всё только последний поступок. И видите, Фли несёт ей медикаменты. Лечебные травы. Вот вам бабушка. Заяц. Пришёл заяц. Заяц и заяц. Это что-то значит. Это знак. Смертельная болезнь. Это значит, что она сдохнет скоро, да? От чего? От чего ты умираешь? От кровотечения. Смерть через 7 часов. Лечи её, Фли. Лечи скорее. У неё есть потеря крови. Но кровотечение, вот это, которое страшное, угрожало нам смертью через 7 часов, вроде бы исчезло. Настроение у неё хорошее, это главное. Инфекция. Место обнаружения инфекции, её правая стопа. Что это значит? Как из-за... Вот правая стопа. Заражение лёгкое. Ну ладно, лёгкое это такое. Это не тяжело. Меня пугает, что очень скоро будет зима. Это значит, что... Я не знаю. Полная жопа. Вот что это значит. О, мы хаваем говно, которое она принесла. Погодите. У нас же есть генераторы. Мы уже можем изучать всё это дело. Точнее, даже... Мы можем это строить. Ветрогенератор превращает силу ветра в электроэнергию. Требует открытое пространство перед и за ним для оптимального потока воздуха. Найс. Найс, 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 найс. Такая огромная штука у нас будет здесь стоять. Прямо вот здесь будет такая вот, вот так. Дышь. И мы можем себе это позволить. Я могу себе это позволить. Видите, я опытный, стильный, современный, молодой колонист. В моих колониях совсем немного крови на земле. Всегда порядок на складе и на свалке. Заяц, строитель, снова может ходить. Как же нам её выходить? О, давай фли строй. О, блин. Энергия. Вот это ж значит кабель. Какой-то кабель, так вы говорите, отменить. Скажите, эта лампа работает или чё? Ну, судя по проводу, она вроде как подключена и работает. Значит, мы можем сеять картофель. Или сеять рис. Мы любим рис. Он начал сеять. Смотрите, она вот, она работает. Началась зима. Правда, началась? Температура срочно, что у них обогреватель. Требуется строительство 5. Погодите, а разве фли, он не такой? Он у нас не... О, нет. А что если поставить две лампы? Может быть, будет теплее, потому что сейчас минус 9. Влаго в доме тепло. Погодите, там что-то было, проблема какая-то. Здоровье, заражение глубокое. А! Что, никто не лечил её, что ли? О, нет. Он пошёл только кормить её. А у неё строительство 14, господи. Как же нам вылечить её? Я знаю. Есть вот этот дикий лечебный корень. Вот сейчас мы лечебные корни будем собирать. Счастье у нас тут растёт в окрестности несколько кустиков. Не бойся, заяц, мы тебя спасём. Заяц умерла. Да, и уже на свалке оказалась. Ладно, я попытался. На удивление, несмотря на то, что зима, всего лишь минус 2 снаружи. Давайте попробуем поставить обогреватель. Мне интересно, как это будет работать. Раз и два. Снаружи 3 градуса. Лампы работают. Или это просто, в принципе, такая тёплая зима выдалась. Давайте просто благодарить природу за этот дар. Это даст нам возможность вырастить очень много риса. Блин, как быстро бабка слегла от гангрены. Ты что это? Альпака пришла. Ну пусть. А, кстати, обогреватель я не могу поставить. Отменить. Рис погиб от холода. Нет! Давайте продолжать ставить что-нибудь на изучение. Вот пимикан есть. Идеально подходит для путешествий. Исследовать. Пусть будет. И есть ли где-то здесь теплицы. Потому что мне растения негде выращивать. Я умру ску. У, смотрите, есть ещё солнечные батареи. Но почему-то нету ничего связанного с теплицами. А что если мы сделаем стены? Пусть огород будет прямо внутри. Надо просто проверить. Вдруг это будет работать? Какого дьявола кто это? Кто это? Только Трумбо. Пришло Трумбо какое-то. 155 лет. Самка. Я Трумбо. Да, я самка. В мире Трумбо это считается нежной и писклявой голосом. Трумбо ещё один замец. Какой тогда у него голос. Я Трумбо. Где мы с самками чуть-чуть спориться. Ладно, я так понимаю, что скорее всего они не враждебные. Просто добрые Трумбо. Фли, работай над стеной. Тебе нужно навыки повышать быстрее свои. О, как ловко. Оп. Ой, молодец. Ой, молодец. Ай, умница. Красава. Окей, но мы сделали внутри, теперь у нас 10 градусов. А значит, рис должен расти. А значит, в этой лампе вообще смысла нету, да? Разобрать её. В жопу. В жопу тебя лампа. Слушайте, какая прекрасная зима. Всего минус 5. Вообще пофигу нам. Не растёт. Потому что нужен свет. А лампа... Ааа. Лампа будет светить как раз таки... Вообще она должна светить прямо сейчас. Так, мельница, ты же добываешь, по-моему, да? Ты добываешь? Слышите, гудит. Она гудит хорошо. Поток брани. Фли. Он матерится на Хантера. Ну ты, говно собачий, иди сюда. Хантер просто игнорирует. Так как у него нервный срыв. Фли просто его проклинает. Смертные проклятия шлёт ему. Да ты подохнешь. Понял? Ты, говно. Быстро посмотрел на меня. Почему-то отвернулся. Сыкло. Пошёл ты. О, ему мало, ему мало. Он пошёл дальше. Ты куда пошёл? Иди сюда. Слушай меня. Ты, говно. Фли воспользовался унынием Хантера. Его отрешённостью, чтобы выговориться. Это нормально. Это нормально. Никто не обижается. Мы всё понимаем. Мы все на эмоциях. Ну чё, ты закончил? Нужно лечение. В плане. Мизинец левый. Обморожение. Хантер! Как же он его просто... Он его материт. Ой, уши вянут, уши вянут. И когда Хантер отходит, Фли такой... Нееет. Я ещё не всё сказал тебе. А ты знал, что ты... Подонок, негодяй. Да ты жирный. Ты жирный. Вот, да, ещё. Ты жирный, я ненавижу тебя. Он будет ходить за своей жертвой, осыпая её оскорблениями. Какой молодец. Как долго он будет ходить, не написано. Хантер, пожалуйста, не отвечай ему. Не отвечай ему на его оскорбления. Он... Ты видишь, что ты наделал, Фли? И он пошёл спать. Довольный. И ему хорошо стало, видимо. Слушайте, а почему... Сейчас какое вообще время? Когда будет день? Что-то очень долгая ночь. Фли. Ты не можешь так поступить. Кстати, он в порядке. Спасти Хантера, ублюдок ты. Он выговорился. И как раз-таки на рассвете. Ах, новый день. Всё хорошо. Всё, что было вчера, позабудется. Ну вы очудили, конечно, ребята. Обморожение, обморожение, обморожение. И так, что нужно сделать? Может быть, просто ждать, пока он нагреется снова? Я думаю, он нагреется. Из обмороженных у него правое ухо, мизинец, указательный палец, средний палец, палец, палец. Короче, пальцы и ухо не так важно. Если так посмотреть, как будто бы у зайца своя маленькая колония с животными и ресурсами. И она её охраняет. Хантер встал, он живой. Он может даже функционировать. Пошёл хавать. Нормально. Я не понимаю, почему лампа не работает? Да какого дьявола? Может быть, надо как-то вот так сделать? Было бы здорово. Пли. Пли, работай над кабелем. И у нас деревья закончились. Чёрт. Ладно, строй. Быстрее строй. Пожалуйста. Куда пошёл? Куда пошёл? Взять труп. Нет. Мы забудем об этом. Я никому не скажу. Я понимаю, что это всё ради выживания. И чтобы помочь Хантеру. Он его обматерил жёстко, но теперь помогает. А он голову ей сожрал. И проблевался. Нет. Это всё ради выживания. А чтобы ты сделал ради выживания. Давайте рубить деревья. Нужно рубить. Деревья у нас нету. У нас сейчас всё погаснет. Мы сдохнем от холода. На улице минус 21 градус. Зачем я? Я идиот. Зачем я построил... Зачем я построил это вот здесь? Этот стол рабочий. Нужно сделать это не на улице, а в помещении. Разобрать стены из дерева. Вот так мы сделаем. Я думаю, сейчас всё будет. Всё будет окей. Не получилось построить. Сволочь. Ты проклят. Почему так медленно ходят? Не пол... Бррр. Давай работай, чтобы получилось мне. А-а-а. Блюёт. Фли блюёт. А ещё немножко зайца осталось. Вообще, корольчатина это диетическое мясо. А-а-а. Какая дичь. Я не знал, что они до такого опустятся. Осталось только выкапывать могилы. Там уже вряд ли. Там уже вряд ли. Всё, ты срубаешь. Умница. Риск тяжёлого нервного срыва. Нет. Пошёл поиграть в шахматы. Ничего. Упражнение для мозга. Ох, как я чувствую, что нам хана. Потому что чувак, скорее всего, не доедает. Пищевое отравление. Но он выздоравливает. Это в стадии выздоровления. Так что всё окей. Немеренно ребята ходят. Он продолжает скармливать. Слишком плохо. Пожалуйста, сделай уже, чёртов, провод, чтобы работало. Почему не работает? Хантер встал. Ты куда понёс? О, всё, теперь не нужно, да? Да, суровая зима у нас получилась. Фли пошёл кушать. Завтрак. Должен быть здоровый и сытный завтрак. А вот Хантер что-то ходит дуется. Давай, налетай, Хантер. Пока ещё свежее. А вот, всё, унесли. Захочешь поесть, принесёшь. Голод. Начинается голод. Да, Фли, не надо убирать блевотину. Мы вообще на это не обращаем внимания. Ну нет, если тебя это как-то бодрит. Невозможно работать на стенах. Проект требует 5 древесины. Тогда иди. Невозможно. Он никогда не будет заниматься садоводством. Каким садоводством? Срубить. В смысле он никогда не будет? Он же всегда это делал. Социально расслабляется. В помещении, где минус 5. Что, уже ночь? О, ноу. Крыса один съела заяц. Грёбаная крыса пришла, съела нашу еду. Придётся её забить. Файт. Есть. Нет. Не на свалку. Ладно. Стреляй. Почему ты не стреляешь? Ближний бой с крыса. Да замочи ты её. Это маленькая крыска просто. Блин. Есть. Фли, убийца, крыс. Дерётся как крыса. За глаза срёт хантера. Стащая крыса. О, господи. Теперь у Фли уныние. Ладно, пока ещё факелы горят. Факелы надежды. И температура внутри очень хорошая. Приемлемая. Мне кажется, мы все наблюдаем с вами. Конец. Плавно подходящий. Я не знаю. Хантер начал работать. Умница. Какой же ты молодец. Я не знаю. Каким образом здесь тепло? Как это делает? Вот. Факел поставим. Давайте здесь. Раз. И два. Вот. Два факела будет нормально. Ты кто? Ракель. Воодушевление. Творческий подъём у Фли. Серьёзно? Ты под чем, Фли? Давай пообщаемся. А, нет. Не могу. Торговать с Рэйчел. Да не хочу с ней торговать. Стоп. Я хочу с ней торговать. Вдруг еда есть. Торговать. Civil Servant по имени Мартин пришёл и желает присоединиться к вашему поселению. Он говорит, что будет с радостью оказывать вам посильную помощь и что ему больше некуда идти. Слушай, ты лучше другое бы место выбрал, но я, конечно же, принимаю у тебя друг. Где он? Мартин. Мартин идёт к нам. Что за звук? Гости из фракции уходят. Нужна кровать Мартину. Нет, это не для пленников. Это для Мартина кровать. У тебя отдельная комната специальная. Никто там не жил. И никто там не умер. Ваш переговорщик Фли имеет проблемы с речью. Это отразится на ценах торговли. Окей, сейчас. Сухой паёк. Его надо много. Пять штук. Сможем ли мы? Мы смогли? Я понятия не имею. Что у нас вообще Мартин любит делать? Кто он? Он приоделся. Надел хорошие штанишки. Пошёл за крысы сразу. Итак, это персона Мартина. Строительство 4. Горное дело. Дальний бой. Общение. О, общение у него хорошее. И умственный труд. Значит, он будет исследовать. Рубим деревья, пожалуйста. Рубим. У нас очень их мало. Это всё, что нас пока что держит на плаву. Опа, ещё ребят какие-то пришли. Вот тут нам нужен Фли, чтобы пообщаться. Давай. Торговать. Ага. Это отразится на целях торговли. Погодите, отменить. Не Фли. Фли, делай, что хочешь. У нас же есть Мартин. Давай, Мартин, нормально, пообщайся так. Нам нужно что-то дать. У нас есть, кстати, сухой паёк. Мы наторговали его. Прикиньте. Я не понимаю, откуда у меня были деньги. Мы вроде как деньги давали. Давайте возьмём компонент, может быть. Мы продали немножечко компонента. Принять. Сразу решил сожрать её. Древняя опасность. Когда Мартин проходит мимо древней стены, его одолевает недоброе предчувствие. Непонятно как, но он ощущает внутри этой покрытой пылью постройки большую опасность. Здесь. Погодите, это же... Это же стены. Это какая-то колония. Вот что он стоял здесь рядом. Кстати, тут ста рядом. Давайте возьмём. Нам немножко осталось до завершения аккумуляторов. Гости с фракции расы уходят. Прощайте, южная раса. Спасибо за хавчик. Удивительно каким-то образом мы ещё живы. Мы никого не потеряли пока что. У ребят просто недоедание. 5 штук. Внимание, смертельная болезнь. Что? Фли? Укус? Нет. Нет, нет, нет. Невозможно лечить. О, нет. О, нет. Только не Фли. Он был самый сильный из нас. Вот же медикаменты. Так, возьми одну штуку. Давай, Фли, возьми их. Сожри, я не знаю. Сделай, что хочешь с ними. Самолечением не будешь заниматься, нет? И полностью здоров. Это почему? Что он сделал? Или я что-то сделал? Господи, вы понимаете, что мы на грани всю серию. Но теперь нас трое. Все живы. И я думаю, скоро даже зима пройдет. И мы переживем ее. Чтобы это не пропустить, обязательно подписывайтесь на канал. Смотрите вот этот видос. Ставьте лайк. Пишите комментарии с советами. Потому что я ничего не понимаю, как играть в эту игру. Так, чтобы все получалось. Пока что это просто чистое везение. Надеюсь, вы кайфанули. Просто я испытываю максимальное количество эмоций, пока играю в это. Очень страшно. В общем, скоро увидимся, друзья. С вами был Юджин и всем пять. Субтитры сделал DimaTorzok